как я люблю или не люблю как бы сказать там что такое россия сегодня сейчас вы думаете что россия сегодня сейчас там магнитогорск может быть так она есть но магнитогорск это большее проявление озлобленности умных быдло попиков что касается за моей спиной да 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 это называется отделать мне что-то было нечего как бы вам сказать в определенном возрасте в определенном возрасте не только я говорю к слову о том что основная часть моих мозгов немножко потерянные после операции естественно то здесь нету мозга естественно она в большей своей осмысленности используют интернет господа мои а вы что думали не так нет господа мои только благодаря интернету я стал очень даже умным это вы так думаете а так конечно не всегда то есть я как был фраером ушастым так получается и остаюсь ну да ладно не каждый вам этот человек скажет все же такие умные такие наворочные они делают большое количество склеек я не буду большое количество склеек делать потому что извините у меня в голове кое что нормально и грамотно и вам объяснимо что-то сложно что ли стало ничего ничего не торопитесь то бишь так вот интернет мне сказал что алексей в определенном возрасте вам необходимо некоторое время играть в компьютер примерно час больше не занимаюсь нет нет смысла потому что есть другие вопросы сейчас большей степени необходимо сельским хозяйством заниматься этим тоже занимаюсь ну ладно не в том суть событий так вот где-то примерно год назад как только мы залезли в определенную свого части белоруссии решили вольнуть из самой белоруссии и что я сделали то бишь они отдали часть своего контента на россию леста геймс леста геймс это московская вау крутая вау контора вау которая вау никогда не думает о зарабатывании и денег клево да то есть если я раньше работая с плохой кстати игрой то есть белорусы сделали россияне тут не присутствовали все против своей 4к красиво большой монитор 5 10 то есть ну можно посмотреть они сделали все изумительно базара нет к сожалению в некоторых своих событиях они включили то что никогда не присутствовала ну да и ладно шут с ним поиграть то можно было но когда это было при белоруссии ты спокойненько мог зарабатывать деньги на танках ну к примеру взять вот пятая категория то бишь как я красиво сделал да арнольд шварценеггер да 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 вы думаете что нет арнольд шварценеггера вот арнольд шварценеггер есть майор шварценеггер на танки т-62 который я потом купил когда получил так под названием самая хорошая техника было 277 неплохой танк десятка ну да ладно не в том суть события то есть тогда еще можно было то дело купить но что получилось то то есть сегодня и сейчас вы используя лесто геймс реально можете заработать нормальные бабки только на первом уровне первый уровень как он меня немножко я не буду говорить что мне достало нет не достал просто по-другому то как то есть на всем остальном техники от второго уровня вы просто бабки теряете то есть они наверно хотят бабки на вас заработать а ну может быть в связи с тем техника первого уровня замечательный агрегат он уже по полной программе утюнингован круче него ничего не будет природе своей но по крайней мере у меня-то тоже то есть даже все сделано вообще то есть круче него не возникает и на этой технике я сегодня сейчас заработала 667 тысяч 766 этих самых золотарей клево да я не думаю что у кого-то есть не ну может быть есть кого-то почему нет я же не самый тупой и не самый опытный естественно но возникает дивный нюанс самый дивный нюанс это потому что у меня попросили естественно вопрос то есть десятый уровень сейчас ну ты чё включись ну чё ты о десятый уровень колевизна ну осталось еще немножко совсем немножко чтобы разблокировал получается из девятого десятый уровень надо счет в этот танк влупить сейчас скажу сколько то есть это базовый танк сейчас скажу сколько чтобы он перешел в десятый уровень ну грубо говоря еще надо сюда влупить ориентировочно 130 тысяч вот эти вот золотишков которые сейчас надо набрать ну да ладно то есть вы понимаете да о чем идет речь естественно если бы я сейчас работал на этом танке то есть основное количество бабок у меня было бы сейчас zero потому что там любой бой если ты проигрываешь что ты это столько просираешь по самой икра и помидоры ну да ладно тут тема то была немножко другая то есть то еще тут тут даже пушка то еще 120 120 какая там она у нас никакая до пушка сейчас гляну просто объясню ситуацию а 122 миллиметра это у нас все по немножко чуть-чуть по другому было так вот недавно сейчас вы будете наверное хохотать так как и я хохотал то бишь на этом дивном танке я участвовал в бою на этом дивном танке бой был выигран на этом дивном танке я шлепнул сейчас скажу вот эти штучки боекомплект сейчас объясню то есть в принципе он стоит всего грубо говоря вот один боекомплект осколочно-фугасный он стоит 608 этих ну серебро 608 то есть я выставил всего три раза в бою на выигрыш мало того в этом бою на выигрыш в меня не было ни одного попадания понимаете вы понимаете вы их понимаете то бишь в принципе если это бой на выигрыш в тебя никто не попал то тебе надо прилетить энное количество экстра баллов ну так же должно быть ну так же должно быть я говорю так же должно быть или я говорю что-то неправильно так вот за этот бой с меня разом слупили 40 тысяч это был бой на выигрыш просто в бою на выигрыш с меня слупили деньги что-то я начинаю не доезжать в бой на выигрыш где я ничего не потерял где я потратил всего три снаряда из 608 этих золотые из меня сразу щелкнули вау господа мои да и после того когда вы это сделали когда мы говорим про наш дивный курс доллара я начинаю понимать одно такое государство не она даже не государство это называется столица нашей россии вы я понимаю чем идет речь но я не доезжаю то есть как бы вам сказать но я считаю что это в некотором смысле издевательство над населением мне так кажется может быть я и прав я